Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня я показываю вырез лодочкой, нежный женский вырез лодочкой. Для этого спинку мы не довязываем до конца. 8 рядов спинка, я пишу. Под видео будет ссылка на плейлист конструкторов-светеров. Базовая выкройка, там все есть, базовая модель, там все есть. Кто не видел, кто не знает, кто новый смотрит это видео, пожалуйста, переходите по ссылке. Смотрите видео, как связать саму основу. Сейчас мы вяжем по этой основе вырез королевину лодочки. Значит, от проймы мы не довязываем на спинку 8 рядов, наперед 12 рядов. Что мне нужно сделать? Вот мои детали, вот эта вот спинка, а вот эта передняя деталь. Так, что я буду делать? Пока еще сейчас я вот здесь вот, то есть вот эти 12 рядов я нахожу где-то примерно вот здесь. Не буду рисовать на этой схеме, да, вот сейчас я нахожу, ой, сейчас я нахожусь вот примерно здесь. Сейчас мне нужно сделать маленькую такую выемочку, совсем малюсенькую, вот, и далее буду вязать резинку уже тоньше спицами. Что я делаю? Я, итак, смотрите, я отделила маркерами средние 14 петель. Сейчас вам буду рисовать. Независимо от того, сколько у вас петель на спицах, вы вычисляете средние 14, то есть вы считываете. От общего количества отделяете 14 петель, вот они, и остальное количество разделяете на 2. Одна часть идет сюда, а вторая часть идет сюда, вот. Теперь вязать мы будем незаконченными рядами, сейчас мы будем вязать вот эту левую полочку, так, вот довязала я до маркера, поворачиваю работу, делаю воздушную петлю здесь, вот таким вот образом, просто захвачиваю, видите, и так переворачиваю. И теперь вяжу изнаночный ряд, второй ряд, тоже незаконченный, второй лицевой, вернее, а на самом деле это третий ряд. Вот я довязываю до той петли, до последней петли, вот она последняя моя петля, видите, и вот воздушная. Мы ее оставляем на левой спице, последнюю петлю, работу поворачиваем, снова делаем эту воздушную петлю, и вяжем изнаночный ряд. То есть всего у нас 4 ряда, как бы, дополнительных, это и есть наш подъем на горловину. Большой вырез нам не нужен, потому что это лодочка, просто небольшой, 4 ряда, я считаю, это, при такой плотности вязания, это, где-то, 2,5-3 сантиметра. Вот они, 4 ряда, сейчас я вам скажу, сколько оно получается, чтобы вы понимали. Так, давайте в разутюженном. 1, 2, 3, 4, вот видите, 2,5, 1, 2, 3, 4. Почти 3 сантиметра, девчонки, это получается больше, чем 2,5 сантиметра. Для лодочки это совершенно нормально. Теперь мы вяжем пятый ряд, получается, пятый ряд мы вяжем до конца. И нам теперь нужно будет, довязываем до воздушной петли, меняем ее местами со следующей лицевой и провязываем вместе. вот следующая воздушная петля, я уже сняла маркер, потому что он здесь у нас должен был быть маркер. Я ее тоже меняю со следующей лицевой и провязываю две вместе. Вот таким вот образом у нас соединилось это вязание, не образовал, не образуя дырок, теперь я вяжу до конца ряда, второй маркер пока у нас остается, потому что нам нужно вывязать вторую полочку, вторую часть, вот и мы будем вязать сейчас незаконченные ряды, но оставлять петли мы будем в изнаночном ряду. Теперь вывязываем правую полочку. Для правой полочки мы вяжем незаконченный ряд до маркера снова, точно так же, только теперь получается левую полочку мы вяжем по лицу, эти незаконченные ряды, правую полочку мы вяжем по изнанке. Я довязала до маркера, поворачиваю работу, делаю эту воздушную петлю снова и вяжу ряд до конца лицевыми петлями. Так, изнаночный ряд снова, то есть два раза так делаем, в этом случае это достаточно. Так, вот видим, да, последняя петля, вот воздушная петля, одну петлю не довязываем, поворачиваем работу, делаю воздушную снова воздушную петлю, это дополнительная петля, которая просто нам нужна для красоты исполнения всего лишь. Так, и изнаночный ряд мы соединим, это все дело, и на этом с вырезом закончим. То есть здесь у нас провязано 6 рядов, изнаночную, вот воздушная петля и изнаночную, я провязываю вместе, и здесь то же самое, то есть соединяю при помощи воздушной петли это вязание, и вяжу ряд до конца. Теперь, когда мы сделали эту выемку, сейчас я довяжу ряд до конца, я вам ее покажу, мы переходим на спицы 4,5 мм, которым мы вяжем резинку, и далее продолжаем вязать ровно, но резинкой. Так как резинка у нас имеет другую плотность, поэтому я далее буду продолжать вязать 8 рядов. Здесь я как бы использовала 6 рядов, плюс 8 резинки, резинки вперед. Здесь мы 6 не довязываем до конца, а вяжем 8 рядов резинки на спинке. Вот, то есть, сейчас я вам все покажу. Для всех размеров, девчонки, вот такая вот система на вырез лодочкой. Так батарея садится, сейчас у меня может сдохнуть камера, вот, и... Вот, смотрите, сейчас я быстро вам показываю. Вот вам вырез, видите? Видите, вот такой вот небольшой для горловинки, для горла как бы вырез. И теперь я перехожу на спицы 4,5 мм, вяжу резинку 1х1 на спинке и на передней части свитера. Так, итак, расчет, девчонки. Теперь берем общее количество, теперь берем общее количество, сколько у нас петель на передней части и на задней части, да? Вот мы сопоставим вот наши две планки. Какую-то часть нам нужно здесь соединить, а какую-то оставить открытой. Вот, в моем случае перед у меня 58 петель, спинка 62 петли. На плечевой срез, вот вы визуально, я сделаю по 14 петель, да? то есть 28 петель и по центру у меня остается 30 петель. То есть вот это отверстие у меня будет 30 петель. Так, соответственно, на спинке тоже 30 петель и здесь получается у меня по 16 петель. то есть, если точнее, со спинки у нас на две петли закрывается здесь больше. Так как мы будем закрывать крючком, делаем таким вот образом, складываем лицевыми сторонами вовнутрь. Здесь у меня спинка на спицах, на спицах ближе ко мне спинка, на спицах дальше от меня, перед гель берем один по одной петле с каждой спицы. То есть мы одновременно закрываем и спинку, и переднюю часть. Ой-ой-ой! Так, провязываем их в две вместе. Одна петля. Два. Три. Четыре. Пять. Шестую берем со спинки на шестой петле. Берем со спинки две петли, а спереда одну. Шесть. Ну, то есть, на самом деле, здесь у нас семь, но мы считаем как шесть. Теперь семь. И одиннадцатую снова мы берем отсюда две, отсюда одну. Одиннадцать. Три. Четырнадцать. Вот оно, плечико наше. То есть, здесь мы закрыли четырнадцать петель, а на спинке шестнадцать петель. Потому что шестую и одиннадцатую мы взяли с детали спинки по две петли. Теперь, смотрим, вот эта петля у нас осталась дополнительная. Сейчас мы ее со следующей закроем. Вернее, нам нужно закрыть петель. осталась одна петля как бы дополнительная. Ее мы используем вязание и нам нужно закрыть тридцать петель и, чтобы исключить и вот эту тридцать первую петлю. теперь я закрываю по узору. То есть, провязывая изнаночной и продеваю вторую петлю через первую. Но провязываю петли по узору, чтобы у нас был красивый край. и тридцать петель. Так, смотрим, вот он наш вырез. Если вы хотите меньше, пожалуйста, сделайте его на двадцать четыре либо на двадцать петель. Если хотите больше, сделайте больше. У меня это тридцать петель. Теперь, здесь у меня должно остаться четырнадцать. два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, четырнадцать. И вот эта незадействованная петля, которая у нас тридцать первая дополнительная, которая у нас объявилась от крючка. Все. Мы ее закрыли. Да, и осталось на спицах четырнадцать петель. Теперь, с этой стороны у нас остались петли спинки, незадействованные пока. вернее, пока не закрыты. Мы их точно так же закрываем, только теперь. Точно таким же образом берем по одной петле. Только теперь у нас петли переда находятся на спице ближе к нам, а спинка ближе сзади. Так, два, три, четыре, пять, шесть. Снова передняя часть берем с передней спицы одну петлю, с задней спицы две петли. Ой, сейчас упадет Десять. И снова одиннадцатую петлю. С передней части берем одну петлю, со спинки берем две. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, ой, ой, сейчас упадет, и четырнадцать. Так, все. Вот вторая часть. Теперь нам остается закрыть петли спинки. Тоже таким же образом закрываем петли спинки. Так, вот она, последняя петля у меня осталась. Я ее увожу в плечо, в плечо, соединяю с цепочкой и сюда просто вот так вот полустолбиком завожу и затягиваю ту нить. Так, теперь это. Видите, для чего мы делали эти незаконченные ряды? Вот смотрите, видите, вот так вот у нас отличается деталь переда, то есть она имеет вот такой вот как бы срез, скажем так. Ну и соответственно, эту часть точно так же сейчас здесь продену и все. Вот такой вот вырез у нас лодочкой. Все его проутюжи и покажу вам. Очень можно, кстати, можно даже без вот этих вот четырех петель, как бы, без этого углубления делать. Тоже ничего страшного не случится. Вот. Если вы сделаете без этого углубления. Понятное дело, что так будет намного удобнее. Такой вот вырез. Вот он, девчонки. Видите? Еще вот эти дырочки, это я разутюжатся, они пропадут. Вот такой вот у нас сегодня вырез как способ.